Прощает ли Бог хулу на Духа Святого, если этот грех исповедовать? Что такое хулу на Духа Святого? Если обобщить все, что пишет святая цена, то, по сути, это сознательное сопротивление истине, тому, кто есть истина, тому, в чем существование ты убежден, Богу, но при этом сопротивление Ему сознательное, потому что что-то тебя не устраивает. Это такой революционный запал. То есть ты веришь, что Бог есть, но не хочешь, чтобы Он действовал в мире, не хочешь, чтобы Он допустил то, что хочется Ему, а не хочется тебе. Можно сказать, так немножко спустить эту церковно-политическую проблему на наш бытовый уровень и считать, что каждый из нас, кто знает, что тот или иной поступок греховный, но сознательно его совершает, не будучи порабощенным этим грехом, а говорящий, что «а мне наплевать, вот сколько людей так живут, и с ними ничего не бывает, и мне ничего не будет, а почему я вообще должен эту заповедь соблюдать?» То есть ты знаешь, что Бог есть, то есть ты непоколебим в этом убеждении, но иногда хочешь на зло Ему совершить то или иное преступление, отморозить уши на зло бабушке, как говорится. Но если пришло чувство покаяния в твое сердце, иди на исповедь, и нет греха непрощенного. Если хотите, то грех против Духа Святого — это любой грех, который ты не исповедуешь, в котором не каешься, в который считаешь чуть ли не добродетелью и пытаешься навязать другим это мнение, когда ты называешь грех добродетелью, а тех, кто пытается противоречь тебе, называешь глупыми людьми, нетолерантными, недостойными человеческого наименования. То есть пропаганда греха, сознательное сопротивление Богу всеми силами, какие у тебя есть, и попытка принудить к этому сопротивлению максимальное количество людей — это и есть грехом против Духа Святого. Но нет греха непрощенного. Сходите со скользкой дорожки, приходите в храм, кайтесь Господу Богу в том, что совершили, и любой грех будет прощен. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!